Буквально вчера в одном из детских садов Ульяновска отравились 11 детей. Месяцем ранее, похоже, ситуация случилась в Хакасии. Качество продуктов питания в дошкольных учреждениях столицы Чувашии контролирует администрация города Чебоксары и собрание депутатов. На этот раз представители побывали в детском саду номер 125. Подробнее Юлия Важенина. Вертикаль 6 букв. Лучший завтрак. Творог. А я считаю йогурт. Хм, подходит и то, и другое. Что лучше есть на завтрак и как вообще правильно питаться? Ведь тым – это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Вырабатывать привычку питаться правильно, а значит, полезно, нужно с детства. Поэтому здесь серьезно подходят к этому вопросу. При поступлении очень тщательно мы смотрим, какая продукция пришла, в каком состоянии она к нам в детский сад поступила, правильно ли нам ее поставили. Особенно тщательно. Это на те продукты питания, которые имеют ветеринарное заключение. Традиционно в детских садах малыши кушают четыре раза. Завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Молочный суп, творожная запеканка, рыбное суфле. Здесь, как и в любом другом столичном детском саду, меню расписывают на 10 дней. Чтобы еда всегда была свежей и вкусной, Роспотребнадзор, ветеринарная служба и управление образования проводят проверки. Только за прошлый год комиссия провела более 200 таких проверок. Мы посмотрели конкретно, как проходит брокераж продукции, которые непосредственно детки кушают. Поэтому замечаний как таковых, замечаний нет. Я бы сказала так, что замечаний нет. На кухню нас не пустили. Еще раз хочу отметить, потому что санитарных книжек нет. И поэтому, в принципе, я довольна проверкой. Раз в месяц у родителей есть возможность пройти по группам, попробовать еду, оценить санитарное состояние пищеблока и других помещений. Мой ребенок ходит в этот детский сад, ей очень нравится. Я у нее дома спрашиваю, что ты кушаешь. Все съедаешь? Она говорит, все съедаю. Мне очень нравится. Мой ребенок очень любит творожную запеканку. Иногда дома требует приготовить. Так же, как в детском саду. С повидлой, со сладким соусом. Кстати, в столице Чувашии внимание обращают не только на сами продукты, но и на чем они готовятся и где хранятся. За последние три года заменено 50% холодильного оборудования. Модернизацию планируют продолжить и дальше. Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика.